Генералы и офицеры, с вашего разрешения сегодня проводится показное занятие по регби, так как данный вид спорта способствует развитию таких волевых качеств, как быстрота, выносливость, а также качество умения ориентироваться и принимать правильные и оптимальные тактические решения в короткие сроки, необходимых военнослужащему для выполнения задач Национальной Гвардии. Первая группа исполняет заслон и двойка уводит нарушителя. Группа бежит с интервалом, не разрывая линию, происходит сцепка, скручивание нарушителей и уводят с площади. После чего первая тройка образует заслон, а двойка оказывает помощь пострадавшим и уводит их в безопасное место. Вам это было наглядно показано. Сейчас мы вам показываем беговую прыжку в работу, которую мы используем в регби. То есть она в целом похожа, как и на другие виды спорта. Это игровые приемы с мячом. Следующий элемент – это челночный бег. В регби очень часто мы меняем скорость, меняем направление. Это говорит о высокой выносливости спортсмена-регбиста. Регбист за матч пробегает примерно 15-20 километров. Следующий технический прием – это квадратик. Здесь команда учится взаимодействию между собой. Они называют свои имена, даже название своего города. По команде тренера игрок атакует и его ловят. В регби мы также часто работаем на технике падения. То есть я уже сказал, что у нас используются элементы борьбы, элементы рукопашного боя. Команда «Красная», команда «Зеленая» на поле выходят. Приветствия. Поприветствуем. 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 Несмотря на сегодняшнюю жару, вы, наверное, это почувствовали. Сегодня мне сказали, что вы целый день провели на полигоне. Наши ригбисты тоже сегодня с утра готовились. Несмотря на это, сейчас уходят и будут биться по-мужски. Готовы? 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 Пошли! Грузья! Пошли, пошли, пошли! Рядом, рядом, рядом! Задача пройти линию преимущества, сохранить мяч. При падении игрок должен отпустить мяч. Команда противоположная толкает только со своей стороны. Сохраняется линия в защите. Входят в схватку. Мяч уходит и отдается десятому номеру. Игрок попытался пройти линию преимущества. Его завержали. Он отдает пас. Пас в рейкби отдается только назад. И по команде вбрасывается. Только что увидели технический прием рак. Когда мяч у игрока был на земле, он сделал сохранение. Над ним снесли. И мяч вывели до последующей атаки. Сейчас то же самое. Техническое положение рак. Но мяч был выигран соперниками. Но он не смог донести, так как вышел в аут. У каждой команды есть свои хитрости и технические приемы с коридором. То есть по комбинации. Шаг вперед, шаг назад. Они исполняют его. Вот, наконец, мяч был отдан на край. Но игрок, выронивший мяч, попал противником. И судья дал преимущество. То есть, если соперник теряет, и мяч попадает другим, то судья не свистит. Пытались сыграть комбинацию перепасовку, но защитник, грамотно защищаясь в линию, успел нейтрализовать. Этим самым они перехватили мяч, и сейчас идет атака зеленых. Играй уже в троем. Играй, играй! Ну давай! О, есть! Цель, которую мы сегодня преследовали на занятиях, чтобы показать те возможности данного вида спорта для применителя к нашим задачам национальной гвардии. Хотел бы особую благодарность объявить от себя лично. На протяжении вот это буквально пяти дней, мы здесь 9 числа, здесь вот это было пустыня. Ну как пустынь нашим? Здесь ничего не было. Благодаря энтузиазму командующего и требованиям генерала Шамбаева, непосредственно спортсменов самих, все это было своими руками сделано, ворота восстановлены, федерация помогла с баннерами и так далее. То есть здесь ни одной копейки с бюджета РГК или с кого-то взято не было, все за счет спонсоров, за счет людей, которые горят, живут желанием внедрять здоровый образ жизни не только в войска, но и в нашей стране, как это требуют наши Илбасы. Огромное спасибо нашему Руслану за то, что главный тренер Мурату, он скромный человек. Отдельное спасибо Рахмету генералу Шамбаеву за то, что он так реально подходит. Я думаю, результат все-таки должен быть. А людям, которые живут этим видом спорта, те, которые сегодня действительно вкладывают душу, а это вы, командиры, если наш будет солдат здоров, господа командующие, если наши ребята без страха будут идти на службу, а здесь именно вот это сплочение, о чем мы говорим, как Беркут стоял на площади, вот эти мы сейчас истим способы решить этих задач, которые мы будем с вами решать. Генерал, господин замков, господин генерал, полковник Апазов, ко мне, уважаемые генералы и господа офицеры, разрешите передать полковнику Апазову символический мяч, что он потом, впредь, будет развивать рейдбе региональным командованием онсток. И у нас скромный подарок, Петропавловский военный институт. Я думаю, что каждый лейтенант, который выпускается, должен не допускаться государственным экзаменом, пока мысь навыками рейдбе, и чтобы он знал правила, чтобы он в войска прибыл, уже развивал рейдбе. А я так думаю, в том, что во взводе две команды, в роте шесть команд, командир батальона может свой чемпионат из 18 команд сделать. Награждается командующий Ворталх. Шост. Вы будете главным тренером. Я начальником команды, вы что ли? Летом, но и да. Бац. Ну и нашим гостям из Белоруссии. Батюк, привет. Спасибо, внимание. Так.